МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы гостям в студии можно задать по телефону 8-495-508-86-84. Алексей, так уж исторически сложилось, что с поисковым отрядом Китиш мы очень хорошо знакомы, неоднократно рассказывали о них в наших новостях. А вот об Азимуте слышали, но хотелось бы узнать подробности. Расскажите, пожалуйста, когда отряд был создан, кто в него входит, чем занимаетесь? Отряд создан был в 2015 году на правлении организации боевого братства. Я предложил создать клуб молодежно-патриотический, и они поддержали. И с того момента мы начали с Кузнецовым Антоном на экспедиции выезжать с детьми. Входят дети в возрасте от 14 лет, которые допускаются к раскопкам. А до 14 работают в лагере в полевых условиях, то есть помогают поварам, дрова заготавливают. То есть резерв такой готовите заранее. Да, да, да. Разведочки делают легкие по лесу. Наверняка ваша деятельность не только полевыми выездами ограничивается. Чем еще занимаетесь? Военно-спортивными играми, потом полевые походы, военные походы. Недавно, значит, первый полевой выход у нас был, партизанские тропы, правильно, да? Ходили под розы село Андреевское к Солнцу на могилу, место гибели с детьми. Вот с 2015 года вот так. Меняется как-то интерес молодежи к поисковому движению? Больше приходят, реже приходят? По-разному. А кто чаще, девочки или мальчики? Ну, чаще, конечно, пацаны, девочек. Сколько вот у нас? Ну, пять прошло где-то, да, в общей сложности. А девочек на полевые работы берете или картошку чистите? Полевые работы и картошку чистить все делают. Всего понемножечку. Разделения нет за полное равноправие, да? Да, так они сами больше в поисковой работе идут. Ну, на самом деле, внимательные женские руки, они ценятся именно вот во время раскопок. Есть небольшие преимущества, да, в какой-то степени у девчонок. Ну, на самом деле, полевой сезон, насколько я понимаю, в этом году начался позже обычного, по понятным всем причинам. Один из первых выездов – это деревня Сивково. Почему именно туда? По воспоминаниям, по обращению жителей города Голицына, в лесном массиве возле деревни Сивково вспомнили, что был памятник. Памятник нигде не числится, ни в каких реестрах. Выехали на место, поглядели. Действительно, лес, глухой, все заросло, бурьян, стоит памятник. Написано, соответственно, что воинам ни фамилий, ничего, ни датировки. Такие случаи надо проверять, потому что очень часто бывает, что там действительно по какой-то причине забыли какое-то войское захоронение. Потому что, если это памятник землякам, он стоит посреди деревни обычно. Там фамилии людей, которые ушли на фронт, не вернулись с этого села. А это в лесу. И это тыловой район. То есть там не было боев, фашисты туда не дошли. То есть предположение, что это госпитальное захоронение. И вот вопрос, оно там находится или его уже перенесли и по каким-то причинам не снесли памятник. И наши полевые выезды на эту местность, они показали совершенно ясную картину, что там еще предстоит очень много работников. Но мы еще с вами об этом подробнее обязательно поговорим. То есть в этой ситуации информация к вам поступила от местных жителей. А вот как обычно поисковики узнают, где нужно проводить работу? Алексей, вот по части Краснознаменска, как это происходит? Наверняка у вас тоже есть какие-то свои знаковые места, куда может быть и стоит отправиться. Мы в основном выезжаем с Антоном. Антон звонит, мы собираемся, выезжаем. Приезжаем сначала разведку делаем поисковую, а потом уже понимаем. Если фронт работы есть, то мы туда готовим экспедицию. Мы работаем в основном здесь, на Одинцовской земле. Поисковая разведка для непосвященных, что это такое? Это однодневный полевой выход, который мы делали, например, тоже в Сивково. Приехали, одним днем отработали, уехали. Если есть фронт работы, соответственно, мы в следующий выходной, возможно, едем. Если большой объем работы, готовим экспедицию. Вот как в Сивково будет экспедиция. Но разведка, это же ведь не взглядом окинуть местность, правильно? Наверное, применять какие-то механизмы, устройства. Расскажите поподробнее. Шурфление грунта происходит. Все это, в общем-то, я должен объяснить, большой объем работы происходит. Зависит от задачи, которая стоит. Если это просто местность обследовать, обычно это металлоискательный поверхностный поиск. Выяснить, какой подъемный материал исторический есть, о чем нам это рассказывает. Если это в случае с проверкой какого-то предполагаемого воинского захоронения заброшенного, то это, как Алексей совершенно верно сказал, это шурфовка, это щупом поисковым проверяется, прокалывается грунт, проверяется, были ли ямы какие-то там, зарыхления. И обязательно проверяется визуально, то есть копается небольшая яма, шурф разведывательный, и в нем уже визуально человек, который его раскапывает, смотрит. Если перемешка грунта была, здесь яма действительно, там какие слайги, какие предметы попадаются вкрапления, ну и в итоге там, что лежит над ней, это яма. Ну, мы уже с вами начали говорить об вашем походе в район деревни Сивково. Я предлагаю вернуться ненадолго назад и посмотреть наш сюжет. Ложка солдатская. Уже вторая. В лесу возле деревни Сивково оживленно работают поисковики. Первый выезд сюда состоялся неделю назад. Проверяли информацию от местных жителей. Здесь обрели покой солдаты Великой Отечественной войны. Сначала исследовали землю перед памятником. Результат неутешительный. Пусто. Есть вероятность, что останки все-таки перенесли. Работу по укреплению захоронений проводили в 60-70-х годах. Пусто, пусто, пусто. А вот за памятником и чуть в стороне, на глубине 60 сантиметров, одиночное захоронение, останки человеческие. И мы видим, что это останки большой доли вероятности женские. По базам данных Министерства обороны установили. Это Лидия Попова, прожектористка 1-го прожекторного полка. Скорее всего, стала жертвой авианалета противника в районе Кубинки 5 сентября 1942 года. Провела две недели в госпитале. Но медики оказались бессильны. Мы выяснили, что на братской могиле, в деревне Сидоровская, в нескольких километрах отсюда, значится ее фамилия и инициалы. И в паспорте захоронения она числится туда перенесенной. По факту мы видим вот такую картину. В паспорте захоронения в Сидоровском значится еще 15 умерших от ран в госпитале бойцов, останки которых перенесли. А вот только по документам или на самом деле, теперь пытаются выяснить поисковики. Вот яма старая, длиной 2 метра. Вот откуда она, в лесу. Знатоки истории говорят, во время битвы за Москву это была передовая. Из деревни Акулова красноармейцы отступили сюда, под Бутынь. Здесь же забрежжил и рассвет Победы. Наши перешли в контрнаступление. На этот период и приходятся основные потери. А госпиталь как раз и располагался там, где сегодня работают поисковики. Где ель завалена, там был вход. То есть, сами понимаете, сейчас оно завалено немножко, но четко границы мы видим, наблюдаем. Просто представьте себе, каких размеров это было. То есть, это была зима, декабрь, ноябрь-декабрь как раз сюда отступили наши ребята, откуда потом пошло наступление. Солдатские ложки, пряжки, гильзы, помпа от шприца. Лес под Сивково хранит много воспоминаний о Великой Отечественной войне. Но самое главное, поисковикам удалось найти неучтенные захоронения. Одно массовое и три одиночных. Детальные их изучения отложили до следующей экспедиции. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема» 8495 508 86 84. Наш номер телефона, звоните и задавайте свои вопросы к гостям в студии. Сегодня у нас в гостях поисковики. Алексей Антон, пожалуйста, расскажите поподробнее о результатах того выезда, о котором мы рассказали в нашем сюжете. В двух словах, возле заброшенного памятника в лесу были найдены действительно воинские захоронения. Документы, которые есть в общем доступе, в общедоступных базах данных Министерства обороны, нам совершенно ясно сказали, что на этом месте был госпиталь военный, Теловой, в 1942 году. Были люди, которые в этом госпитале умирали от ран. Они были захоронены в этой местности, в районе Бутыни-Сивково. И по документам на данный момент эти захоронения числятся перенесенными в деревню Сидоровская. Там есть братская могила. Сейчас эта территория, она подведомственна городскому округу Краснознамецк. Вот, соответственно, там за него отвечает администрация. И ухоженные захоронения, там все нормально. И там фамилии выбиты. А мы на местности находим действительно останки, так как они лежат. Но мы также в ходе обследования этой местности выявили несколько ям пустых. То есть, видимо, в 70-е годы, когда проходила кампания по переносу, по укрупнению воинских захоронений, туда выезжала какая-то группа, что-то нашли, перенесли, захоронили. И по документам написали, что все, здесь нет. По каким-то причинам памятник остался заброшенным. К нему там отдельные местные жители ходили. Мы видели в сюжете, что там подновлена табличка. Вот, но на данный момент как бы вот заброшено. И мы выявили эти захоронения. Предстоит очень тщательная работа, скрупулезная по их обследованию. Это не один день. Принято решение туда организовать в конце августа поисковую экспедицию на несколько дней. Стать палаточным лагерем и заниматься ежедневно раскопками, очень тщательными, детализированными вот этих захоронений. Установить, сколько людей, пол, прижизненные повреждения, посмертные повреждения, какие-то особенности анатомические, возможно, какие-то предметы окажутся, которые дадут понимание, кого именно перенесли, а кого не перенесли. Потому что по документам одно, по факту имеем другое. И наша задача, как военных археологов, вот эти данные военной археологии сопоставить с нашими реалиями, с документами и сделать какой-то вывод. А дальше решение принимает администрация, это в ее ведении находится. Ну, как правило, наверное, перезахоронивать все-таки торжественно. Обычно перенос из таких удаленных заброшенных мест, обычно это перенос. Алексей, а сколько представителей Азимута присутствовало вот на этих раскопках? На последних? Да. Восемь. Вот для, ну, все равно это дети, да, старше 14 лет, все равно дети. Вот как они к этому относятся, не страшно ли, да, ведь понятно, что мы имеем дело с умершими людьми. Ну, все по-разному. Некоторые поначалу шарахаются, потом привыкают, потом нормально. Ну, в общем, в принципе, все нормально к этому относятся. Некоторые даже, по-моему, меняют свои критерии. Ну, славная масса, да, как бы, наоборот, очень нравится, такие хулиганистые, откровенные ребята, да. Их как-то это, вот это дело, которым они заняты, это как-то дисциплинирует, настраивает на какой-то действительно серьезный лад, на серьезное восприятие окружающей действительности. Ну, это воспитательный момент серьезный, когда ты видишь останки человека, во-первых, во-вторых, останки солдата, который погиб за свою родину, и вот, вот, наглядно. Даже в школах вот это отношение к нему, ну, директора начинают хвалить, и говорят, совсем другие люди представляют. Ну, интересы, наверное, больше становятся и к поисковому движению, и к истории в том числе. Вот, кстати говоря, наверняка вам часто задают вопрос, он, конечно, совершенно ненаучный, а часто ли поисковики сталкиваются с мистикой? От некоторых нам доводилось слышать разные рассказы, там, вплоть до того, что во сне приходил кто-то, говорил, где нужно искать, искали, и потом находили. Вот вам приходилось сталкиваться с подобным? Алексей Анатольевич, была у тебя мистика? Не была. Вот, мое отношение к этому, что случаи разные, они действительно бывают, как бы, необычные, но это можно толковать, если ты настроен на мистический лад, это можно со стороны каких-то событий, таких сверхчеловеческих трактовать, а можно трактовать со стороны психологии, общего настроя твоего, те же сны, да, какие-то. Да ты об этом думал несколько дней все последние, потом тебе это во сне уже явилось, например. Ну вот, то, что замечали, как бы, из года в год, то, что если вскрывается нетронутая ранее мародерами воинское захоронение, начинается дождь. Маленький или сильный, как бы, ну вот, хотя бы чуть-чуть, но вспрыснет. То есть, даже если небо чистое. Природа оплакивает. Ну, это наша трактовка, первое, да, по океану же совпадение. Ну да, тут, наверное, действительно, как на это посмотреть. Ну, от мистики уйдем в сторону. Полевые выезды, слава богу, начались, но каждому из них, я уверена, предшествует большая документальная работа. Многим кажется, что там с поисковики собрались, лопаты взяли и поехали. Вот на самом деле, что предшествует непосредственно выезду? Как готовитесь, что оформляете? Ну, самое главное, то, что все наши действия, они должны быть строго официальны, то есть согласованы с администрацией местной. Поисковой работой, в соответствии с законом, может заниматься уполномоченная организация. Это общественная организация, обязательно зарегистрированная в Министерстве юстиции. Вот, в Министерстве юстиции, когда утверждает устав организации, в которой записано, что она занимается поисковой работой, организация становится уполномоченная. И она имеет право заниматься поисковой работой, но не имеет возможности, пока не внесет план своей работы в план Министерства обороны. В конце года подаются предложения в Министерство обороны о том, чем мы будем заниматься в следующем сезоне. В целом по стране сводится это в единый документ, и соответствующий отдел Министерства обороны утверждает этот план. И на основании этого плана все общественные организации, все поисковики дальше в следующем сезоне проводят работу. То есть, перед тем, как выехать на местность, на основании этого плана, мы официально, заблаговременно уведомляем местную администрацию. Местная администрация дает обратную связь. Да, все нормально, приезжайте. Или высказывает какие-то пожелания, замечания, что это земли лесного фонда, пожалуйста, еще уведомляйте лесной фонд. Или это земли частные, пожалуйста, согласуйте, соответственно, с владельцем земель. Или это охранная зона, природная охранная зона, зона охраны кабеля, газопровода и так далее. То есть, мы можем планировать там какие-то моменты, которые могут быть недопустимы. Поэтому это в строгом взаимодействии с администрацией, с местной общественностью, с военным комиссариатом в обязательном порядке. В случае необходимости с органами МВД. Вот эта последняя история в Севково достаточно широко была освещена, в том числе в социальных сетях. Ну и, конечно же, без диванных критиков тоже не обошлось. И чуть ли не уголовную ответственность пророчили вам, поисковикам. Вот предлагаю сейчас, пользуясь моментом, скажем так, популярно объяснить, почему комментарий был, ну как минимум, неуместен. Ну, комментарий был со ссылкой на статью Уголовного кодекса, соответственно, повреждения захоронений, да, причем повреждения злоумышленные с целью осквернения. У нас в Уголовном кодексе, у нас судят за действие и умысел к этому действию. Какой злобный умысел у поисковиков, которые исследуют заброшенное, забытое, заровненное в лесу дорожшее бурьяно захоронение. Я бы сказал, что наоборот, можно кому-то предъявить претензии за то, что захоронение было забыто и заброшено, а отнюдь не к поисковикам, которые-то исследуют с целью установить историческую истину. Поэтому ни о каком осквернении захоронений речи не идет. Мы действуем строго на основании действующего законодательства, закон об обречении памяти военнослужащих, погибших при защите Отечества. Там строго прописаны все наши действия, все разновидности наших действий по Увековечению. В частности, именно поисковая работа на местах боев, поисковая работа по исследованию воинских захоронений. Госпитальные захоронения туда тоже подпадают. Алексей, насколько я понимаю, в этом выезде принимали участие не только Китиш и Азимут. Кто еще был с вами? Поисковый отряд вымпел. Наши коллеги согласенцы. Я, собственно, не просто так задала этот вопрос, потому что руководитель поискового отряда «Вымпел» Владимир Николаевич Олейник сейчас с нами на видеосвязи. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Мы очень рады вас видеть, рады, что вы к нам присоединились. Расскажите, пожалуйста, для «Вымпела» вот этот вот полевой выезд в Сивково был первым в этом сезоне или вам удалось открыть сезон раньше? Нет, мы уже выезжали, но, к сожалению, пандемия не позволила нам открыть сезон в этом году раньше положенного. Я немножко хочу вам сказать, что поисковый отряд «Вымпел» в отличие от Азимута – это действующие офицеры и офицеры запаса. Поисковый отряд «Вымпел» размещается на территории поселка Власиха. Был создан 24 июня 1997 года постановлением главы администрации Одинцовского района. Значит, поисковики нашего отряда принимали участие в подъеме и захоронении военнослужащих 43-й стрелковой бригады под деревней Палицы, где было поднято более 40 бойцов, погибших в 1941 году при защите Москвы. В деревню Севково мы прибыли подготовленными специалистами для того, чтобы оказать непосредственно помощь в розыске останков наших погибших бойцов Красной Армии. Значит, на сегодняшний день в деревне Севково поднято 6 бойцов, 6 бойцов, останки 6 бойцов и определенные места захоронения остальных. Значит, что можно сказать? Значит, удручает та картина, которую мы с вами видим на сегодня. Значит, действительно, памятник находится в заброшенном состоянии. Значит, долгое время к нему не было должного внимания. Значит, рядом с ним находятся блиндажи, которые залиты водой. Значит, местные жители, местные жители сбрасывают туда мусор. Значит, неподобающим образом, неподобающим образом, значит, забыта наша гордость за тех воинов, которые сражались на этом месте, погибли и были захоронены. Нашим отрядам планируется совместно с отрядами Азимут, Китиш осуществить подъем этих останков и торжественно перезахоронить в деревне Сидоровское. Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие у вас еще планы на этот полевой сезон? Наверняка не только Севково. Да, не только Севково. Наш поисковый отряд, поисковый отряд с 2008 года занимается восстановлением хронологии боевых действий на объекте Перхушково, где в октябре 1941 года размещался штаб Западного фронта. Значит, 14 октября 1941 года немецкий десант вступил в боестолкновение с 6-м полком охраны штаба Западного фронта. Немецкие десантники не смогли прорваться к штабу Западного фронта и были рассеяны в лесном осиле, примыкавшем к штабу. Этот эпизод хорошо воспроизведен в кинофильме «Битва за Москву». Найденные за это время артефакты пополнили музей РВСН, который находится в поселке Власиха. К сожалению, это событие никак не отражено ни в документах, ни в хронологии. Поэтому на сегодняшний день мы пытаемся вот этому событию придать должное внимание. Почему? Потому что штаб Западного фронта находился под угрозой захвата немцев в октябре 1941 года. Конкретно 14-15 октября 1941 года. Но бойцы 6-го полка охраны штаба Западного фронта не позволили захватить штаб. Отбили все атаки немецкие и таким образом штаб продолжил работу свою. Мы желаем вам удачи в этом полевом сезоне. Пусть он завершится так, как должен завершиться на ходок вам. И чтобы все планы обязательно реализовались, чтобы никакие пандемии больше не срывали то, что намечено. Вот как раз у меня следующий вопрос логически вытек из того, что собственный Владимир Николаевич сказал. А конкуренции между поисковыми отрядами нет. Он так подметил, вот у нас офицеры, а вот где-то не офицеры. Не конкурируете между собой? Мы нет. Мы 5 лет ногам в ногу идем вместе. Совершенно верно. То есть ближайшие соратники, там все вместе. И надо сказать, что на самом деле поисковое сообщество, ну как минимум Одинцовского городского округа, оно достаточно консолидированное. Все между собой дружат, делятся информацией, взаимопомощь, взаимовыручка. И вот характерные примеры, когда осуществляются полевые выезды, где необходим большой объем задач закрыть, собираются делегации из многих поисковых отрядов. Там не только Одинцовского городского округа подключается, еще коллеги из Московской области активно стараются участвовать. Не конкуренция, я бы сказал, что партнерство и сотрудничество все-таки. А сколько у нас поисковых отрядов, патриотических объединений, вот скажем так, в округе и в близлежащих муниципалитетах? В округе у нас, мы будем брать наши зато, включать тоже. Не, безусловно, конечно. Власиха, Краснознаминск с нами. Город Одинцово, поисковый отряд Китиш, Краснознаминск, молодежь-патриотический клуб Азимут, поселок Власиха. Владимир Николаевич Оленин представляет поисковый отряд Вымпел, но там же есть еще клуб Илья Муромец, который также активно занимается поисковой работой. У нас есть Кубинка, КВИК, Кубинский военно-исторический клуб Вечный огонь, Кобяков Алексей Леонидович возглавляет. И у нас есть в поселке Назарево наш молодой клуб, следопыт, спортивно-патриотический клуб. Это, так сказать, тоже ребята, там, младшая группа, они ездят в экспедиции на правах помощников и зрителей. Осваивают какие-то азы туристического такого быта, ну, серьезного такого лесного. Вот, и проводят разведки. Надо сказать, что в прошлом году их разведки, то есть они выхаживают с навигатором белые пятна на картах, куда еще нога поисковика не ступала, и наносят на карту вот эти долговременные крепления. В прошлом году они нашли в районе деревни Кизмино опорный пункт советский, который оседлал лесную дорогу. И позднее на этих окопах подняли останки, как по нашей терминологии, верховые останки бойца. Это редкий случай у нас в наших краях. То есть, когда человек, где он упал, он там и остался лежать сверху окопа, не в ямочке присыпанной нигде. А вот в дерне лежали останки, личные вещи, вот человек, защитник Родины погиб. И вот по этому случаю тоже, вот если бы не ребята молодые, мы бы не нашли и не пришли туда. Тоже большая помощь. Вклад каждого важен. Да, то есть, целый коллектив. А всего, если сказать за Московскую область, то у нас 103 поисковых отряда. Это в поисковом движении «Россия». Еще там порядка 50 – это ДСААФ «Россия». По количеству поискового движения «Россия» около полутора тысячи поисковиков. И все вместе с ДСААФ там где-то к двум тысячам приближается. С половиной. Алексей, а что нужно сделать, чтобы стать частью коллектива «Азимута»? Ну, старше 14 лет, это уже понятно. Только желание прийти, записаться, и ради бога. А вот есть какие-то, ну, наверняка есть правила поведения, там какой-то кодекс чести, может быть, который необходим. Кодекс чести есть, поисковое движение, которое мы им зачитываем на экспедициях, чтобы они его не нарушали. А вот нам, пожалуйста, расскажите, каким должен быть поисковик. Может быть, сейчас услышат ребята, захотят и заранее смогут подготовиться. Ну, это вы, конечно, дали. Там целый свод. Да, там свод правил на трех листах. Надо понимать, что это все-таки общественная работа и общественная организация. И любой кодекс и внутренний документ, который принимается, он все-таки, это не догма, а руководство к действию. Вот, и это рекомендательный характер все это носит. Однако, да, есть совершенно четкие критерии, то, что работа эта чисто добровольческая и безвозмездная. То есть, если к вам кто-то на тему мошенничества, да, замечание, если кто-то обращается от лица поисковиков, что мы вам за деньги можем, там, якобы нашли вашего родственника где-то, мы вам можем перевести его останки, там, передать какие-то личные вещи, награды, если кто-то произносит слово, что это за деньги, однозначно, это мошенники, это не поисковики. Вот это история. Хотите внимательно. Местные жители ушли на фронт. Только в семье Валентины Новицкой 12 участников Великой Отечественной войны. Шестеро из них жили в деревне Полушкино. Пилипенко Михаил Павлович, он в дорожных войсках был, именно в железнодорожных, они очищали пути разбитые, перед тем, как шли эшелоны. Второе имя – это Пилипенко Марфа Павловна. Это родная сестра моего дедушки, которая в 18 лет ушла медсестрой. Теперь имена жителей Полушкино, участников Великой Отечественной войны, увековечены в камне. Для этого их потомкам пришлось проделать большую работу, чтобы никто не оказался забытым. Мы действительно, все деревни, мы проводили огромную работу. Мы искали информацию, проверяли все сайты, ездили в музей славы, поднимали все. То есть многие семьи даже не знали, много информации они узнали, вот после того, как мы все это начали искать. Памятный знак героям Великой Отечественной войны в деревне Полушкино торжественно открыли 15 июля. Это день рождения окружного депутата, почетного жителя Кубинки Анатолия Шудыкина. Он вместе с местными жителями приложил немало сил для установки стеллы, но до торжественного дня не дожил. Проходил все согласования, получал разрешение, находил спонсоров и финансирование создания памятника, кто занимался каждый день активно проектированием обелиска. Это Анатолий Николаевич Шудыкин. Он почти довел этот проект до конца. К нашему большому сожалению, 2 июля Анатолия Николаевича не стало. На войну из маленькой деревушки уходили семьями. На памятном знаке высечено 61 имя. Погибшие на фронтах, пропавшие без вести и вернувшиеся с победой. У каждого героя своя история, которую должны знать потомки. Война не окончена, пока не захоронен последний погибший солдат. На полях Полушкина, по словам местных жителей, есть работа для поисковиков. К ней Одинцовские поисковые отряды планируют приступить в ближайшее время. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о поисковом движении в Одинцовском округе и не только. 8495-508-86-84 звоните, задавайте свои вопросы гостям в студии. Вот сейчас хочется услышать или опровержение или подтверждение слов местных жителей. Действительно ли у поисковых отрядов есть в планах деревни Полушкина? Действительно поступило обращение от жителей Дерни Полушкин, коллективное заявление. Оно было направлено в администрацию Одинцовского городского округа о том, что в окрестностях деревни были бои. То есть поступило обращение, пошла реакция, подняли документы. Действительно, там были и потери, и бои. При этом воинское захоронение какого-то крупного и не числится. Ну вот героиня нам сказала, что на кладбище может быть порядка 9, если мне помню, я не ошибаюсь. Есть такая информация, и даже есть на кладбище некий памятный знак, который местные жители идентифицируют как памятный знак на месте захоронения воинов. Но опять-таки тоже ситуация. Этот знак, это место, оно не числится нигде, ни в каких реестрах воинских захоронений. Ни в Министерстве обороны, ни в каких-то местных реестрах. Об этом до сих пор не было ничего известно. По каким-то причинам. Что в таких случаях делается? Опять-таки проверяется. То есть приезжает группа поисковиков, закладывают шурфы и смотрят, действительно, есть ли есть останки под этим памятным знаком. Если они есть, это останки военнослужащих или это гражданское захоронение. Количество, пол, прижизненные повреждения, посмертные повреждения и так далее. Если выясняется достоверно, что это останки военнослужащих, администрация принимает решение, что с этим делать. То есть если это место удобно для увековечения памяти, действительно. То есть насколько я помню, мы выезжали весной до пандемии посмотреть на кладбище деревни Полушкина. Там между оградками двух гражданских захоронений зажат фанерный знак, который со слов местных жителей они восстановили на месте происшедшего в негодность. Там написано опять-таки со слов местных бабушек, что это солдаты там лежат. Место, конечно, не очень привлекательное. Поэтому вопрос, если там действительно солдаты окажутся, то возможно их перенести в более достойное место. Там же, где-то с краю кладбища, оформить достаточное пространство. Мемориал уже сделать. Мемориал какой-то сделать. А может оказаться, что там ничего нет. Такие случаи в нашей практике тоже бывали. Например, в деревне Дунино на местном кладбище со слов местных жителей было место, установлен памятник, что здесь якобы братская могила. По заявке местной администрации приехали, провели раскопки. В общем-то там оказалось пустое место. Но это опять-таки не значит, что здесь пустое место, но это не значит, что могила где-то не было еще здесь. Поэтому там был установлен поклонный крест. И действительно, спустя какое-то время, именно на территории кладбища было выявлено неучтенное воинское захоронение. И эти останки были перенесены уже в построенный памятник. То есть все как бы встало на свои места. Поэтому сведения местных жителей, они фиксируются. Это одно. Документы – это другое. И третье – это данные военной археологии. То, что исследователи получают во время раскопок. Все это сопоставляется. Делаем выводы, и местная администрация принимает решение. То есть муниципалитет отвечает за увековеченные памяти, за все памятники, за все вот эти места, связанные с Великой Отечественной войной. И именно муниципалитет решает, что дальше делать. Оставлять на месте, переносить по каким-то причинам. То есть решение качать. Мы исследователи на общественном начале. Но местные жители вас очень ждут. Для них это очень важно. Они вот даже собственной памятник. Этот памятный знак в деревне появился во многом благодаря их усилиям. С нами сейчас на видеосвязи как раз руководитель Кубинского военно-исторического клуба «Вечный огонь» Алексей Леонидович Кобяков. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Алексей Леонидович. Мы вас тоже поздравляем с началом поискового сезона, хоть и с запоздалым. Расскажите, пожалуйста, про ваш поисковый отряд, про ваш клуб. Чем занимаетесь? Кто входит? Знаете, наш клуб создан на основе поискового отряда, который формировался в 89-м году при воинской части. Изначально в него входили дети семей, дети военнослужащих и военнослужащие этих частей. Постепенно формат расширялся. К нему привлекались не только дети военнослужащих, а уже дети, жители всех военных городков, которые находятся на Кубинке. Сейчас состав постоянных составляет порядка 50 человек. Ребята активно участвуют в поисковой, в научно-исследовательской и в военно-исторической реконструкциях. Ребята выезжают в поисковые вахты как на территории Московской области, так и приглашают для участия в поисковых экспедициях на территории Смоленской, Тверской, Калужской, Новгородской области. За период активных наших поисковых работ 1998 года по настоящее время мы участвовали в более чем 300 поисковых экспедициях. Совместно с поисковыми отрядами регионов Московской области мы приняли участие в подъеме эксгумации более 2000 советских воинов. Часть из них поднимали мы совместно с ребятами, часть из них найдена нашими ребятами. В этом году, так как осложнения, ограничения внесли сложности в нашу работу, в основном выезды были ограничены только поисково-разведными. И работа с документацией, с архивами. Выезжали небольшими группами однодневной поездки для опроса ветеранов, для опроса местных жителей. И после того, как был открыт поисковый сезон, мы провели две активные поисковые экспедиции, в ходе которых были найдены сначала останки семи спавших советских воинов. При них два медальона и фамилии этих воинов установлены. И вторая экспедиция, это совместно по приглашению поискового отряда одного из регионов Московской области, мы выезжали, подняли останки четырех бойцов и два смертных медальона. Фамилии тоже самые, эти солдаты установлены. И сейчас мы связываемся и ищем родственников, павших бойцов. Вот пока наш результат в этом году. Но кроме этого у нас планируются еще выезды на территорию соседнего региона Смоленской области. Там у нас тематика, так сказать, немножко более узконаправленная. Учитывая, что на территории Кубинки дистрицируются достаточно известные части спецподраздений десантных войск, поэтому наш поисковый отряд активно сотрудничает с десантниками, мы помогаем им воссоздании музея, в наполнении экспозиции. И в настоящее время мы на территории Смоленского региона ведем активную поисковую и следовательскую работу по следам Вяземского десанта 1942 года. Спасибо большое, Алексей Леонидович, что вышли с нами на видеосвязь. Побольше медальонов вам да и, собственно, другим поисковикам. Времени у нас осталось мало. Вот так коротко. В целом, какие еще планы на этот сезон, в этом сезоне нужно успеть реализовать? Партизанская база Солнцева. То есть у нас буквально на границе Одинцовского, Городского и Доружественного Новоморусского, в лесах и болотах, возле озера Глубокого, находится уникальное для Подмосковья памятное место. Вот я так понимаю, что здесь вы можете видеть фотографии оттуда. Да, в этом слайд-шоу у нас представлены фотографии с этой партизанской базы. Комсомольцы 70-х годов установили там памятный обелиск на месте гибели партизана и комиссара Солнцева. Зверски замученного фашистами. Восстановили там землянка, небольшая избушка. Сейчас это все пришло в упадок. Мы несколько лет назад разработали целый проект. Партизанские трупы, вводим туда походы, вводим туда школьников, показываем. Вот это оно. Четыре километра по лесам и болотам от деревни Андреевской надо идти до настоящей партизанской базы. Места, в принципе, проходимые в резиновых сапогах. Очень интересно. И место не исследовано поисковиками. Туда планируется тоже полномасштабная поисковая экспедиция. Экспедиция с большой буквы. Естественно, тоже консолидированными силами. Это не один поисковый отряд. Это целый коллектив, целая большая сборка. Азимут присоединится. Естественно. Без Азимута никак. Без Азимута все вместе всегда. И это, на самом деле, очень здорово. Желаем вам удачи, чтобы этот сезон закончился плодотворно, да, был плодотворным, а следующий начался вовремя. Мне кажется, сейчас это очень важно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok